Она была и администратором, она была всем. И на программе «12 злобных зрителей». И тотальное шоу, и чем она только не занималась. И она попала в эфир, оказавшись уже в своей тарелке, набравшись очень приличного опыта телевизионного сотрудника. Телевидение – это не только ребята, которые в эфире, это понятно. Ирна по-нарожку легендарная. Опять же, учитывая та, сколько времени она на канале. Да, она очень рано пришла. Но пока не учитывая, когда она появилась, сколько она уже на канале. И я знаю ее возраст, но я никому не скажу. Я видел фотографии, где ей 15, и она присутствует на съемках программы те же, по-моему, «12 злобных зрителей» в качестве просто то ли ассистента, режиссера, то ли она просто пришла девочка, которая готова на все лишь бы помогать, просто быть в этой теме, телевидение и так далее. И вот из этого всего выросла Ирна по-нарожку, которую мы все любим и уважаем. Вот когда человек проходит все, и потом оказывается в эфире, это чувствуется, потому что человек знает, чего это стоит. У Ирены идеальное тело. Впервые его было позволено разглядеть именно зрителям MTV. А разглядывать тело Ирены можно, ну, как огонь и воду. То есть смотреть на него можно вечно. Что бы Ирена ни вела, во что бы ни одевалась, ее сексуальная энергия переклестывает через край. Недаром по-нарожку была признана самой сексуальной женщиной страны во версии журнала «Максим», с запасом обойдя 99 других сексуальных женщин. На неподготовленный, депрессивный, ну, или слишком примитивный мозг мое шоу может оказать непредсказуемое воздействие. Могу сказать, что я эту девушку люблю. Потому что у Ирены по-нарожку, я на одном проекте был редактором, я, конечно, был поражен тем, как Ирена при всей своей смазливости, при всей своей какой-то гламурности, насколько она оказалась правильной девушкой во всех смыслах этого слова. Она очень крепкий профессионал. Отныне все, что происходит в моей голове, будет предано огласке. Вы можете читать мои мысли. Они будут написаны у меня не на лбу, а чуть выше. Я был поражен тем, что, а, она вычитывала все свои тексты, ну, фиг с ним, вычитывала. Она их еще умудрялась править и проверять. Если она находила ошибку в каком-то тексте, да, какое-то несоответствие, она очень тактично, грамотно эту ошибку правила. Ирена – это тот самый вариант, о котором говорили всегда мне, когда я хотел работать на телевидении, о котором говорят, наверное, каждому, кто хочет работать на телевидении, что вот существует такая карьера, тебе нужно обязательно сначала попасть там под мастерьем, потом ты пойдешь туда, потом сюда, потом ты дойдешь до кадра. То есть она вот именно попала как-то в такой период, когда вроде бы еще и старые смотрели зрители, ну, предыдущие, вот, допустим, мое поколение, и уже новые сейчас ее тоже видят. То есть она охватила прям целый пласт истории, и вот ее точно не вычеркнешь, потому что она засветилась везде, где только можно на НТВ. К счастью, мы можем любоваться Иреной, и теперь Ньюсблок с Понарошку – это больше, чем новости, это время чисто эстетического удовольствия, а для кого-то повод для дополнительных сексуальных переживаний. Вот Ирена Понарошку, поверьте мне, она телеведущая, настоящая. Она человек, который может и провести радиоэфир, и написать колонку в журнал, и параллельно соблазнить кучу мужиков, и, ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, у меня есть девушка, она сейчас вот придет. Кто пригласил этого человека в студию? Скажи, я просила звать только неженатых, и без девушек, холостых. Она как раз один из тех персонажей, кто несет и ту старую школу, и сегодняшний такой апгрейд нынешнего МТВ. Она дарит нам приятную улыбку и тем, кто знает ее по тем временам, когда она была совсем зеленая девчонка, и тем, кто к ней уже привык, как знаменитая ведущая МТВ. Ирена Понарошку, самая горячая девушка телеэфира, стала нам ближе благодаря МТВ. Из следующей части нашей программы вы узнаете, как олдскульный рокер стал главным трендсеттером телевидения. Мне кажется, что когда я сойду на смертный одр, на смертном одре буду, он мне подаст стакан воды, скажет, ну что, малыш, как ты? Сереги ушах. Все самое противоречивое только... Для внимания, используй Клиросил. Он даст тебе уверенность в себе и шанс найти настоящую любовь. Клиросил вконтакте.ру. МТВ. Сколько лет МТВ Россия? Лет 15. 45. Лет 70, наверное. 20. 20, наверное. Лет 50 есть? Сколько лет МТВ? Не знаю, президенту 46. 55. 18. 20, 30, 50. 25, да? 25, наверное. Лет 50, как минимум. 20. Нет, 30. Нет, 20. Думаю, 13. МТВ охрену узнает давно уже. Сегодня МТВ Россия 13 лет. Субтитры сделал DimaTorzok